Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, несчастные случаи перебывают. В домашних трудностях утех, в дальних странствиях не помеха. Науки пользуются везде, особенно народом и в пустыне, в роском шуму и наедении, в покое и сладкие в труде. Ну то есть, стихотворение «Новошествие» и совет Ломоносова «Олда новошествий». Науки юноши питают, отраду старым подают. К чему это? Это то, что официальное ордер, официальное стихотворение на эмиграцию Елизаветы Петровны. То есть, из этого читала это? Да, это официальное к ней послание, середина XVIII века. В середине XX века, вот я представляю современную политику, Саркози, Олды кто-то, ему стихотворение читают. Науки юноши питают, отраду старым подают. Отраду старым, они же старые, какие можно быть отраду науками подавать. Вы что, о чем? Счастливой жизнью украшают. Как украшают счастливой жизнью? Несчастные случаи берегут. Может быть, кому-то и берегут, потому что за деньги многие наукой занимаются. В домашних трудностях утеха. Вообще странно как-то. Ну и так далее. Но очень важно видеть здесь эту ситуацию, я вам ее произвожу. Немыслимость подобного стихотворения, адресованного любому крупному политику, в день его инакулации. Это ясно, да, что он немыслимо, пожалуй. А вот теперь лорда администратора Бальфух, то, что он там говорил. 1896 год, конец 19 века. Он выдавал выдающемуся физику Хевисайду специальную пенсию ему учрежденному. И при этом сказал следующие слова, будущим это премьер-министр Бальфух в Великобритании. Если за минувшее столетие материальный уровень цивилизации изменился, то это не является заслугой ни политиков, ни политических институтов. Мы обязаны этим непрерывным усилием тех, кто развивает науку и тех, кто ее применяет. Невозможная картинка, согласитесь, картинка принципиально невозможна, для Орда невозможна, для Обамы возможна. Никому из них угодно, это совершенно невозможно. И почему? Ведь за прошедшие столетия заслуг у научной деятельности гораздо больше, чем у той прямо противоположной ситуации, когда говорил Бальфуху, что было больше ста лет назад, на протяжении 19 века. Почему? Как так получилось? Почему, достигнув такого громадного результата, наука... Потому что она стала массовой. Так вот и непонятно, не стала она массовой. Это стало, и стало. Ухотешено массовой это стало. Наука не может быть массовой по определению. Может быть и может, но я не вижу, что она особенно стала массовой. Нет, она требует усилий. Важно, что всевозможные какие-то вещи, научные, научное мировоззрение, научное открытие, это то, что абсолютно никому не интересно. Вот Латынина в последней своей статье сравнивала американских олигархов с нашими русскими. Один там в своем университете организовал, один Ель, второй Хопкинса, что-либо еще прочее. Чего он только сделал, премию, какие-то фонды, академии, академии. Наши, один купил Арсенал, второй купил отличный футбольный клуб Челси, третий Ленин, который еще какой-то купил. Господь Зенит спонсирует и так далее. Но хочется и в Латынине возразить все то, что происходило, что эти американские олигархи создавали свои университеты, типа Еля или Хопкинса, или премию фонда Вантербейда. Это был опять рубеж 19-го, начало 20-го века. Сейчас она не нечто подобное, она ни в коем случае не говорит на ней об этом. А наши делают современное действие. Почему опять оказалась такая странная ситуация, что научный дискурс или научное развитие превратились в что-то совершенным образом неважное, второстепенное? Как так произошло? На это есть несколько версий. Одна из версий состоит в том, что наступило происшествие постмодернизма, и нам сказали, что все из дискурса. Такой дискурс, всякой дискурс, пятый дискурс. И очень важно, что оказалась за счет нас странная ситуация, что, например, какой-нибудь там поэтический дискурс или политический дискурс оказался с научным дискурсом равными. Но равными, как дискурсы. Тогда какая разница, говорить нам о религии, это дискурс. Или науке, это дискурс. Но наука в этом смысле не является дискурсом. То есть модерн верил, что наука не является дискурсом. Что она является чем-то другим гораздо большим, отсылающим другому миру. Поэтому дискурс этих папуасов, каких-нибудь там Убанту, или Зулусов, которые слово Убанту придумали, он не может быть равен чему-либо другому научному дискурсу. Люди неравноправны можно собрать. Что у нас здесь дискурс? Дискурс – некая устойчивая знаковая система. У Зулусов она своя, у французских культуралов она третья, у православных четвертая. И поскольку у нас мультикуртуализм, то вся культура, то есть все дискурсы, она же с собой равноправная. А наука один из всех, из различных дискурсов. Один из различных дискурсов всего лишь. В мире наука является равноправным дискурсом с Убанту. Зулусами, то есть. Таков, ну что. Это вот один взгляд на эту точку. Что идеология постмодернизма привела к профанированию научной деятельности. Она превратилась в нечто несовершенно неважное и второстепенное. Это одна точка. Ты представляешь, что равенство дискурсов привело к упадку науки? Ну, не к упадку, а к такому вычислению. Ну, я не говорю, что не к упадку, а, как ты не знаю, как бы это сказать, проявление. Что равно проявление точно такого же процесса, который происходил, скажем, в Вопель, когда приезжали и тупые, и образованные эмигранты из Сомали, и все говорили, что у него уже своя душа, у него уже свою культуру. Не, не, потому что наука перестала быть чем-то таким новым. Ну. Тогда, до 19-го века, до начала 20-го века, это было что-то такое. Так почему она перестала, когда ее достижения не столь необъятные, не столь велики? Ну, когда приходила земледелие в начале, наверное, первые земледелецы были тоже там, как все первые, первопроходцы. Ну, это космические. А кто же есть? Вопады были заурядные крестьяне, что так и наука сейчас, это заурядное ремесло. Да, заурядное ремесло, если у тебя есть деньги, то ты всегда можешь купить себе ученого. То есть, у тебя есть большие деньги, у тебя ученые не только перимута каши, но еще и у них делают. А арсенал? Одновременно, а? Почему покупают арсенал у них ученых? А не имеет смысла? Точно не имеет смысла. Если у нас кругом сплошная техника, мы все живем на техниках, почему технику не покупают? Ты пойми, что арсенал покупают в качестве бриллиантов корону, в качестве развлечения. Сидят лекарки между собой. А что ты с ней сделаешь? Как она станет общественно значимой? Ты можешь выпидриться длиной яхты? Можешь выпидриться? Можешь. А размер своего футбольного клуба? Тоже можешь. А так, как ты деньги потратишь? Это что? Вот на этих самых бездельников? Почему? Создал из-за лекарства? Создал какой-то новый инструмент какой-то? Еще что-то. Но вот этого же нет. Так я не говорю, почему? Этого же нет совершенно. Но почему-то нет. Этого нет сейчас. Почему наука не является сейчас у нас… Точкой приложения. Точкой приложения. Они понимают, что с одной стороны они понимают, что они многие купили в этой степени. Да нет, ну тут же все понятно, почему этого нет у нас. Но в других-то странах это есть. Да вот тоже как бы не особо есть там. Ну в каждом-то да. А где, где этого нет? В разных странах. Ну а где там нет? Что, в США нет что ли это? По-моему нет. Какого? Они занимаются… США контролируют все новые технологии. Они занимаются венчурным инвестированием. Они занимаются венчурным инвестированием. Это совсем другое дело. Тут надо еще признать, что у науки появилось такое странное пробуксовывание, которое связано как-то с политическим дискурсом. Например… Да. Это я об этом все еще раз хочу сказать. Действительно. Действительно, налицо, на мой взгляд, существует пробуксовывание науки. Вот под чем обусловлен нынешний кризис экономический? А тем, что новая экономическая волна запоздала. Вовситехническая. Должна пройти новая волна была в повситировании, а ее нет. Тогда бы она окупила все инвестиции, все эти банки. Нет, не удалиться. Да, никуда. Нет такого. Был компьютер, компьютер тоже была слабая волна. Как вот компьютер появился со всем этим, он хоп, и полностью изменил как бы в какой-то новом смысле всю цивилизацию. Ничего не появилось. Ее ждали-ждали, а ее нет. Сейчас, думаю, волна будет связана с космическими исследованиями. Не знаю. Не уверен. Дело еще не только в этом. И вот это не дает ничего. Как это было. Как это делало. Это не дает ничего. А массовая технология, как коммуникация, она так это сделала. Я-то имею ввиду симуляционность науки, иной науки. Например, связанное с этим, с общим потеплением, или с какими-нибудь теориями, теориями суперструн, на которые тратится очень много денег, дают… Да, символационный характер возник, да. Это тоже очень важно. То есть наука управляется извне, понимаешь, не так, как раньше было. Наука, когда развивалась каким-то своим путем, самотеком, когда в науку политики не вступили, когда они не пытались ее управлять, наука как-то в своей честности как-то развивалась и достигала каких-то результатов. У вас объективно? В честности. А сейчас получается так, что наука – это просто один из способов, ну можно сказать, достижения каких-то иных целей. Да, я не связанных никак с наукой. Я хочу ввести следующее понятие, которое я называю симуляционный бифер. Как? Симуляционный бифер. Какой симуляк? Симулякор. Слово симулякор. Симулякор? Слово симулякор. Слово симулякор. Знаешь, что такое симулякция? Да, знаю. Ну вот симулякор – это то, что… В структуре знака мы различаем денотат и коннотацию. Денотация – это когда роза значит любовь. А что ты не хочешь говорить русскими словами? Есть такие денотации? Ну, есть какие-то просто признанные… Ну, если все, с какой-то теорией знаков, чего от нее затупать. Она будет принята. Ну, любовь… Признанные теми. Да. Любовь есть роза и символ любви. Тогда… Это и есть денотация. То есть, когда от розы мы отсылаем к сущности. То есть, любите. Подарите, девочки. Подарите розу, значит, я ее типа люблю. А есть ситуация, когда у тебя возникает… Ну, ситуация горизонтального отсыла. Ну, когда, например, чашка отсылает к кружке. Кружка отсылает к вилке и так далее. Такая вот такая ситуация. И мы можем жить вот в этой самой ситуации непрерывного отсыла, от знака к знаку, но при этом забывая вот ее денотат, то есть, ее конкретный смысл. То есть, смысл утрачивается в этом смысле. Вот символяк – это и говорится о некотором знании, которое полностью лишено своего значения. Что такое здесь символикационное значение? То есть, нет. Оно имеет просто значение контекстуальное. Да. Только в контексте. То есть, денотата нет? Да. Денотата этого самого нет. Оно ничего не означает. Отсылок от вещи к вещи? От знака к знаку. От знака к знаку, но не отсылок к вещи. Но в каком-то смысле, когда мы говорили о Боге, можно сказать, что Бог – это вот такой симулятор, у которого только есть это контекстуальное значение. Да. А вот денотата его не предъявить. Да. Его не предъявляется. Что такое символикационный бихр? Это когда спрашиваются, ты занимаешься наукой, отлично. Что это значит? Я пишу научные статьи. Отлично. Что это значит? Они публикуются эти научные статьи, рецензируемые на научных журналах. Отлично. Кто эти журналы рецензирует и выясняет, что ты занимаешься какой-то наукой? Я и мои друзья. И ты вот в этом векторе сделаешь. Производят большое количество всевозможных движений. Осваивается большое количество средств. Но содержания, то есть некой установки научной истины нет. А есть описание статей. Статьи, которые работают в определенном контексте. То есть у тебя вместо некоторой структуры мы оказываемся в ситуации вот такого вихревого движения. Почему я говорю вихрь? Ну потому что мне как физику очень любопытна теория сверхтекучести для герия. Помните там что было? Почему герий сверхтекучий становится при низких температурах? А потому что, когда у нас атомы в обычной жидкости стекут, тут они надо бутылку аптеч. Они начинают закручиваться, вихри такие, своеобразные. И на вихре требуется большое количество энергии. Поэтому жидкость обладает вязностью. А ситуация там у нас была квантовая. Что значит квантовая сверхтекучия? Это когда, чтобы каждые вихри возбудить, тебе нужно некое квантованное количество энергии дополнительное. И в вихре возникает такая щель, что у тебя при очень низких температурах движение настолько слабое, энергия настолько малая, что ты даже самого элементарного этого вихря возбудить не можешь. И в результате система у тебя движется совершенно ровно, совершенно гладко, движется сверхтекучим образом. Ну да, но этих вот вихрей не сделаются. Мы живем в той ситуации, когда мы настолько подогрели систему свою, что всякое вливание каких-то денег приводит только к одной простой вещи. Надо вырастать вот этих самых стимуликационных вихрей. Такая вот у меня структура возникает в голове. Структура системы управления. Системы управления, системы наук. Если, например, современную научную ситуацию дать денег, писание радиописания, то у тебя будет еще больше этих вихрей всевозможных. И люди, и я не знаю, как Барнович, но думаю, что Дерибаска это осознает, допустим. Или кто-либо еще. Что, подогревать эту ситуацию? Она не реагирует на какие-то воздействия влияния. Никаким образом. Не получается, не справляется. Все, что у тебя будет, это вот эти симуляционные вихре. Ты почему ученый? Да потому я ученый, потому что вот у меня статьи в рецензированных журналах. А он? Да он там вот, там такой человек рецензирует. А ты? А я его рецензирую заодно. И мы вот таким образом живем. Конференций еще больше. Еще больше тусовок. Еще больше бумажных отчетов. И что-то, что-либо еще. Но интересно, что предыдущая система ремонта Хабисайда, которая была очень мало подогрета. Хабисайд умер от холода, по сути, в конце концов. Несмотря на эту стипендию. После Первой мировой войны, 19-го года, по-моему. Вот таким образом. Вот она в этой самой ситуации. Она оказывается в этой самой ситуации, в этом самого подогрева. Без этого подогрева она почему-то работала. То есть аналог вот этого свертикучия гелия, который свертикуч, только при очень низких температурах. При высоких он перестает работать. Вот и как интересно получается. Но это не только в налоге. Это и медицина, и красавица, и педагоги. Совершенно верно, да. Это в нашем управлении это так. Человек пытается говорить, а давайте-ка мы там чем-нибудь поуправляем. Завод будем строить. Фига, тут такое начинает наворачиваться. Согласование, проект согласования, головокос экспертиза. Раньше новые построить. Стали и в церкви то же самое. И в церкви. Это везде. Это всеобщая ситуация, что высоких... Может быть дело в том, что для того, чтобы функционировать, допустим, производство может функционировать, то, чтобы функционировать. Удавливаешь деньги? Да. А дачи вещи, как педагогика, наука, медицина, религия, да? Да. Они могут функционировать только в одном случае, когда они себя прогонимы. Ну, понимаешь? Когда они охлаждены. Когда там есть место подвижных. Ну, это называют игры не охлаждены, тут есть... Да, да, охлаждены. Когда там есть место подвижных, понимаешь? А когда там все построено на деньгах, грубо говоря, оттуда выдавливаются все люди, которые, собственно, все это... Да. У тебя, если ты пытаешься заниматься наукой, ты будешь чем-то... Ну, конечно, как строится? Вот там два-три ученых, ну там, я не знаю, в каждой там отрасли, там десяток ученых, и вокруг них там все это. Да. Правильно? Да. А когда вот этим вот подвижникам не остается место, все остается? Да, ну вот, конечно. Остались вот эти ребята, которые там вокруг... Которые находятся, находятся в экспертизе, находятся на... Они просто разрабатывают где-нибудь... Вот у нас, как вы знаете, наша российская новка, почему они говорят, дайте нам больше ученым, у нее есть два грандиозных позора. Их по-тругому назвать нельзя. Два фундаментальных позора конкретно российской новки. То есть, я не правильно сказал, они не гонимы должны быть? А знаешь, как это? Охлаждены. Не охлаждены. А вот там нельзя все строить на деньгах. Конечно, конечно. Я это и говорю. Охлаждены в том смысле, что никакой их подогрев, влияние в большое количество денег не приводит к положительным результатам. Более того, влияние, наоборот, ухудшает процесс. Да, 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 да. То есть, у тебя, как бы, если совсем много денег дать, то народ там становится вообще этнически однородным даже. И после этого уже и какой-то научной деятельностью трудно становится. А вот как это отрегулировать, непонятно. Ну, с медициной только, разве что понятно, и с религией. Это надо, как бы, делать все это бесплатно. А вот что касается науки... С медициной это тоже не так просто. А с наукой? Я просто науку беру. У нас в России есть два грандиозных опозона. Почему я говорю, что... Все же понимают, что просто так ученым денег давать нельзя. Первое, это так называемый термоэт. Термоэтинный синтез. А второе, это сверхмощный лазер. Что это значит? Это означает, что когда лазер мы там через сто километров можем дом зажечь. Оказалось, что это невозможно, потому что это количество помех по размерам лазера, то есть вот этих оплик, он нарастает как в четвертой степени. Это невозможно. Термояд, на него тратили и денег, это столько, сколько ни один Эксенберг и Абарнович вместе взятые. Учеб бы они не нанесли. Судя по всему, существуют какие-то... Это все, американские суды или боевые, да? Да, это все глупости. Ну, почему бы они его уже испытывали? Ну, чего? И чего много наиспытывали? Ну, не знаю, ну, сложная вещь, эта конструкция никогда не простая, но и... Да, это все ядерные накачки. Это же СОИ, по-моему, это же все блеф был. Ну, оно работало. Что якобы на орбиту они такие лазеры... Ну, у нас либо что-то тоже работало как бы так. Но, тем не менее, нигде никакого практического применения, никаких сверхмощных лазеров мы не видим. Как бы и лазеры маломощные, небольшими, так и остались. Никаких бы сверхмощных... Если бы ты их видел, ты бы их видел. Или дома бы лазерной вспышкой разрушали. Этого же нету. В промышленности... В серийной этой коневой нету, конечно. Нет, это вообще... По всей видимости, это невозможно физически. Так же термояд. Точно так же думали, что будет управляемый ядерный синтез. И каждый год, когда мне было еще 10-15 лет, я читал, что через 2-3 года, наконец-то я его сделаю. И вот уже не совсем много лет. А его все еще нет, по-прежнему. Этого термояда. Это ущерб там был нанесен, который мы оправдывали в Сибирь, и мы снисмелся по большому счету. И мы понимаем, что вот этой самой академии наук, вот этим самым людям давать никаких средств нельзя просто. Проблемных состоит. Что нельзя давать, это опять пойдет на симуляционные вихри, на очередные проекты. Есть большое подозрение, что что по поводу сверхмощного лазера, что по поводу термояда, что верхушкой, принимала неосуществимость этого проекта. Особенно по поводу сверхмощных лазеров. Ну, а как по-другому? И тем не менее, она решила... По-другому так как? Не знаю. Я знаю как. Я уже сказал. Надо все делать бесплатно. Бесплатно? Ага. А при море все будет делать. Послушай. Тоже бесплатно. Вот ты на станке. Вот сейчас бесплатно. Не совсем бесплатно. Залплату, конечно, надо платить. Когда это не для себя. Ну, послушай. Смысл в чем? Смысл в том, что реформы должны быть направлены так, чтобы там было место подвижников. Понимаешь? Чтобы, как говорили... И на унике, и в медицине. Пожалуйста. Да. Но ты не мог ответить о том, что ты не в состоянии отличить подвижника от сумасшедшего. Нет. Результаты. Гораница под сумасшедшего или подвижник? Это слава богу. Либо есть ли результат, подтвержденный, и принятый общественностью? Слава богу, что при этом в свое время съездил в Штаты, заработал сколько-то там денег, и потом на них ты заработал долгое полное. А у него же потребностей нет никаких. Совсем? Понимаю. И мы продолжаем с ним лежать, потому что он занимался теоретической наукой. Да. Если не меня коллайдер за бесплатно работать не будет. Да. Безусловно. Ну вот это такая проблема. Ну вот это самые семифлюстрационные вихли, когда ты хочешь чем-то там поуправлять, а в результате у тебя... ...идет нагрудка. Это что самолет вагон разрабатывал, а теперь мы на новую модель. Потому что я так понимаю, что каждый следующий шаг на технике, он требует нарастающей по экспоненте затрат. Просто чистотехнический, потому что уже требования другие. Да понятно, быть может, быть может, почему нет. Когда у тебя новый физический смысл, физический принцип появляется в проективном движении, у тебя скорость и эффективность нарастают очень быстро. А когда у тебя все очень развито, то тебе, чтобы 10% получить эффективность, надо в 10 раз больше денег положить. Так же? Да? Это вот самолитационные вихри. Это первая ситуация. Это вторая ситуация. Третья ситуация – так называемый заговор элит. Что ориентировочно где-то в 68-м, 69-м, 72-м году ведущие элиты США, Советского Союза и всех остальных пришли к соглашению о том, что бурное развитие техники, авиационные и науки стоит продержать. Неизвестно, что являлось для этого причиной, что там было открыто, что такое было придумано, что было сделано. Вполне возможно, что это было просто банально связано с психоделиками ЛСД с эволюцией 68-го года. И когда было просто принято желание психоделики запретить. Вторым важным фактором – это было то, что решили вместо полетов на Луну американцев снять фильм о полете на Луну. И всех убедить. И это удалось. – Ты тоже считаешь, что полета не было? – Конечно. Полета не было, безусловно. – Да, там флаг-то называется. – Там есть версия, что фильм-то действительно поддельный, но полет был. – Ну, это я слышал такое, что все факты – все поддельное, а полет был. – Да, факт был. – Ну, типа, да. Но после этого, правда, они уже, вот сколько уже, больше 40 лет его не может повторить, этот факт почему-то. И что российская элита знала об этом факте, и она скрыла, потому что это был обмен на строительство газа и нефтепроводов в западной его, во-первых, в Германии. Разменяла таким образом. С одной стороны, Россия получила такое большое количество денег, которые ей были необходимы, а с другой стороны, она отказалась подставить под сомнение полеты американцев от труда. И эти два мощнейших фактора, они оказали, как заговор элит, было принято по определенным направлениям научное развитие специальным образом приезжать. Потому что элиты, непонятно куда там что, могли просто тупо лишиться собственной власти, они могли перестать быть элитами. – Это да. То есть развитие техники могло привести к такому развитию общества, когда элиты уже прошли. – Да. Ну, понятно, да, что при массовом применении ЛСД в обществе государство… – Почему именно ЛСД-то? – Ну, для примера. Государство в его форме обычно перестает существовать. Ну, как-то… элита точно перестает быть элитами. Это как бы такая вот вещь. – Мне кажется, если бы не хотелось бы добиться, то нам нужно было бы уничтожить образование в первую очередь. – Ну, вот так еще. – К сожалению, образование ведет к… – Такая вещь тоже есть. – Ну, как бы… – То, что заставляет собой американское образование, считается, что это на самом деле пару дней на образование. – Ну, непонятно. – Непонятно. – Непонятно. – Непонятно. – Но лучше нашего всего. – Ну, лучше современного российского. – Это вот такова ситуация. То есть, у нас как бы сочетание трех факторов возникло. Два из которых я сказал – это первая с иммиграционной векой в управлении. – Но может же быть так, что все три фактора задействованы в той уверенности? – Возможно. Я убежден, что заговор элит… Другое дело, что похоже, что этот консенсус элит последние пять-шесть лет он нарушен. Почему? В первую очередь, потому что невиданную силу набрали драконы азиатские. Китайцы, индейцы, южнокорейцы, в первую очередь, тайваньцы. – Ну, а как ты сейчас ты с Китаем сделаешь? – Ну, че-то. – Ты можешь с ними только договориться, как говорили с русскими. С русскими-то смогли договориться. Потому что договариваться должна была США и русские на тот момент. С две стороны, по сути. Вот. А когда у тебя трех-четырех сторон не договоренности, ты знаешь, что если тайну знают больше двух человек, то она пристой быть тайной. Если у тебя появятся хотя бы третья, четвертая дееспособные и опыты относительно, то твоя система договоренности рушится. Ты вместо того, чтобы как бы так договориться выполнять свой бизнес, ты понимаешь, что ты отстаешь. Что тебя кто-то там стремительно догоняет и вот обволил вот эту ситуацию. И где-то пять-шесть лет назад было осознанно, это наконец важнейший принцип было сказано, то есть вот этот парк заговора летит, он пал по большому счету. Это очень интересно, потому что в ближайшие несколько лет мы можем увидеть что-то совершенно невообразимое. Кто знает, что они там засунули свое внимание под ковер. Ну помимо полета, конечно. Знаете, когда Обама отменял эту программу исследования Луны последнюю, он сказал, что она подозрительным образом похожа на программу Аполлона. Действительно, подозрительным образом похожа. То есть вот что-то такое странное. Такова ситуация. То есть частный корабль появился у американцев, вот этот очень эффективный и так далее. И мы можем оказаться в этой странной ситуации. Плюс, может быть, американские элиты создают, что из нынешнего кризиса, люди вышли тем способом, что могут выйти только путем начальной научно-технической эволюции. Иначе никак. То есть эволюция – это то, что на все спишет научно-техническое. Еще важен здесь следующий вопрос. Что-то я хотел сказать еще. Обо всем вот этом безобразии. Я так хотел бы просто добавить со своей стороны, что на самом деле понятно, возможно, почему вот это идет вот такое… Торможение. Торможение, да, или как бы вот увод науки на какие-то тростепенные родины. Потому что мы всегда же, например, во всех этих системах участвует человек. А для человека ведь важно… Человек, когда ставит какую-нибудь цель, он эту цель ставит не в виде какой-то абстрактной цели. Только подвижники какие-нибудь ставят цель абстрактную. А все люди ставят какую-то конкретную цель. Это конкретная цель касается их собственной жизни, комфорта и прочего. То есть всякий раз, когда наука достигает уже вот некого общественного социального признания, она начинает выполнять некую социальную функцию. Прежде всего. То есть ученые работают в науке, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы получить зарплату. То есть они работают в науке не для того, чтобы двигать науку дальше, а просто наука – это некая анализ и виду социальной деятельности. Да. Как прочие другие. А раньше наука – это было все-таки некое служение. Служение истины, поиск истины. Да, я об этом говорил. Даже как в религии. Когда я говорил о постмодернизме, да, современном. Это так, да. Да. Я вспомнил, что я сказал, хотел четвертое сказать. Еще оказалось, что у нас здесь очень важная конкуренция с некой, с необычно сильной гуманитарной технологией, которая была. Необычная сильная гуманитарная технология – это так называемый кредит с кредитным мультипликатором. Кредит с кредитным мультипликатором. Это оказалось, что раньше для того, чтобы ты продавал твой товар, твой товар должен быть лучше. Чтобы у тебя были деньги, ты должен продавать товар. Твой товар должен быть лучше. Ты заинтересован в том, что это сделать. А когда ты оказываешься в ситуации кредитного мультипликатора, ты состоишь не в этом. Твоя задача стоит – как можно больше будет кредитов. Ведь никакого не секрет, что в современном мире деньги выдаются – это не то, что есть у банков. Знаете, да? Я уже об этом многократно говорил. По большому счету только 9-10 процентов. По большому счету это собственные средства банка. Все остальное – это просто рисованные бумажки. И банк может одному банку давать долг, другому, третьему, четвертому. Выстраивается такая громадная пирамида. В результате у вас на 1 кредитный рубль, 1 фактический рубль, дается 30 рублей денег. 30, 40, 50. Это такая сила, когда у тебя количество денег из воздуха создается в 40-50 раз, с которым никто и никогда не может конкурировать ни за что. И это мощнейшая гуманитарная технология. Технология, перед которой привлекательность любой научной деятельности содержательной пала. Главный человек современного мира – это экономист, то есть банкер-финансист. Юрист. А почему юрист? А потому что эти деньги выдаются на основании некоторого договора бумажки, опрессивной машины государства. Юрист – некий посредник между кредитом и человеком. Это его главная функция в современном мире. Вот такова ситуация, так ее хочет сделать. Юрист. В какой-то ситуации заводится в тупик? Может эта ситуация все в тупик и заводится? Юрист. И она заводится в тупик. Это еще четвертый взгляд. Появилась сверх мощная финансовая технология гуманитарная, чисто гуманитарная, не научная. Вот такая, когда деньги как бы берутся из воздуха. Раньше такого не было. Но самое интересное, что она позволяет обеспечить всех всем. Да, да. Юрист. Вдолг. Мы живем в бесконечном. Конечно. Неограничный спрос. И она приводит к удивительным вещам. Знаете, как работают европейские низкобюджетные авиакомпании? Вы знаете, что малобюджетные авиакомпании, у них перевозка каждого пассажира в отдельности убыточна. А вся компания в сумме прибыльная. Ставим экономики никакого не могло существовать. Ты перевозишь каждого пассажира в убыток. Как такое может быть? И вместе с этим ты миллиардер. А происходит это различными способами. Самое важное из них, которое состоит, что в авиакомпании покупают только новые самолеты в кредит. А цены растут. И вот они их пять лет эксплуатируют. После этого этот лизинговый Боинг использованный оказывается дороже, чем они его купили. Ведь именно этот кредит финансовые институты дают практически под нулевой процент. Они его эксплуатируют и продают потом дороже. В результате они отбивают некоторые незначительные проценты на себе себестоимости. И вся авиакомпания является при этом прибыльной по итогу. Плюс они захватывают новую долю рынка. А раз они не захватывают новую долю рынка, рынок их оценивает в какие-то фантастические деньги. Они могут продать всегда часть своих акций и получить большое количество налички. Что здесь является проблемой? А проблемой является следующее, что когда Аэробаз начал построить новый самолет, лизинговые компании к нему пришли и сказали, что ты делаешь. У нас большое количество наших старых самолетов. Которые уже поданы. Я имею в виду, что не перепроданы. Да, не перепроданы, да. Которые, что ты делаешь? У нас большое количество старых самолетов. Вот этих каток. Мы все с ними нормально. Как только появится новый самолет, аналогичный, более совершенный, все то, что было, не будет стоить ничего. И все низко-малобюджетные авиакомпании, и мы сами разоримся. Вот механизм живой, финансовый, задерживание научно-технического прогресса. Мощнейший. Мощнейший механизм. Это опять, когда всякая научная идея вступила в конкуренцию с гуманитарной технологией. И этой гуманитарной технологией он проиграл. Выяснилось таким образом, что развитие гуманитарной технологии привело, что можно не летать на Луну, а можно всем показать фильм, как полетают на Луну. Надо не строить новые самолеты, а понижать процент по кредиту по их обладаниям. Надо не стремиться вывести принципиально новый продукт, и продавать его дешевле и все качественнее. Наоборот, надо продавать вещи некачественнее. И надо же знать, что все-таки у Apple, у Google, у Samsung и так далее какие-то надеты постоянно появляются. Да, конечно, конечно, но они могли происходить гораздо быстрее. Да, это понятно. И, может быть, они давно уже придумали. Да, они, конечно, существуют. То есть какой-то загадок существует. И обратите внимание, что этот прогресс, он как бы так очевиден в некой очень узкой области. Приложение сил. Мы же, например, принципиально иным производством электроэнергии не имеем дела. Почему? Почему так много лет уже сидим на старых ядерных реакторах? Как такое происходит? Говорят, что принципиально невозможно. Не верю. Вот такая у нас ситуация. То есть, как ни странно, конкуренция между научным складом ума и феерической гуманитарной технологией, точнее двумя, это умение гибельцевской технологии, а умение уверять весь мир в том, что ничего не может быть на самом деле. Не, ну еще новое средневековье же наступает на самом деле. Помимо того, что тормозят науку, они же еще пытаются нас создать новую, как бы… Мистику. Ну, например, если взять нашу сторону, там, взять телевидение, что оно там рассказывает? Оно рассказывает, там… Ну, или взять фильмы, да? Видео, видео… Да. 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 Я еще хочу заметить такую… Наша… Россия – это царство победившего постмодернизма. В максимальной степени. Где, может быть, на Западе так не поуменело, как у нас победил постмодернизм. Я… Меня всегда давно интересовало, почему в наши детские советские годы урки и всевозможные дебилы пользовались таким образом уважением. Ну, согласились, что был культ. Зоны, уголовные… Ну, все эти… Да. Шассиона, всего этого было. Каждый настоящий мужчина должен сидеть в тюрьме. Там менты… Даже мне говорили об этом, что надо готовиться к детям. Да. О ситуации… Какие-то были легендарные мировские… Нынешних детишек спросил, вы знаете, в охране таких мировских… Ну, 17-18… Нет, даже не слышали. Мы их спросили. Банды были везде. А банды были везде. Все били все на банды. А если не принадлежал банде, то просто били все. Ну, у нас было не так. Я не принадлежал банде. Потому что у нас знали, что это такой элитный дом. Ну, вот этих секретарей всевозможных. Нас не трогали. Мы под призыв мировский не подлежали. И нас детей очень было мало в наших домах. Ну, так получилось по возрасту. Вот. Значит… Такова ситуация. А проблема очень простая. У нас было общество всеобщего потребления. Уже тогда. Были важны всякие магнитофончики. Тогда ученики. А зарплата была у нормальных людей ограничена 120 рублей до 600 рублей. А, как правило, у всех 200. Да? Угу. Жестко. Поэтому, кто мог в той системе, которая давила потолок зарплат, жестко от охотов, кто мог в этом обществе потребления иметь большие деньги? Это только урки. Это необычайный этот… Ну, почему еще и правящий класс? Два. Не могли и правящий класс. Ну, как чиновник-то. А что чиновник? Правящий класс имел не деньги, а привилегии и возможности. И они были уничтожены, эти привилегии и возможности. Урки за деньги получали гораздо больше. Через себя, через всякое прочее. Чем этот правящий класс. Он что там, баночку колбасы и баночку икры получат в праздник? Да, цеховики и всякие. Вот. Так это то же самое. Криминал, что ли? То же самое. Те же самые цеховики. Нет, я думаю, что они были сильнее не этим. Они были сильнее тем, что на них некое отдельное засловие, которое идет по своим законам и на которых оказалось… Ну, сейчас нет. Нет этого самого. Нет управы на этом. Нет. Ну, сейчас… Ты видел, что есть партия, есть комсомолы, есть пионеры и так далее. Да нет, была ее права. И ты всегда видел, что всегда находишься под их контролем. Нет. А урки не были под их контролем. Они были отдельно. Сейчас урки еще меньше контролируются, чем сейчас. Но быть уркой и быть мирским сейчас не модно, детишек. Почему? Потому что в обществе потребления дебильность сейчас не уважается. Потому что если ты можешь быть дебилом, тогда дебильность гарантировала в будущем высокий уровень доходов. Как правило. Ты становился уголовником, с уголовной романтикой, и теория гарантировала тебе высокий уровень доходов. Сейчас этого нет. Сейчас ты… У тебя уровень доходов не лимитирован сверху. Поэтому быть тупым уродом стало не модно. Вот реально, среди детей сейчас не модно стать быть тупым уродом. Ну, потому что если ты идешь против общества, становишься уголовным элементом, соответственно, ты не имеешь тех свобод и возможностей, которые ты можешь получить с помощью денег. Ну, да, в том числе. В том числе, да, конечно. И это так же. Самое главное, ты этих денег… Ты деньги не получишь. Как уголовник, ты этих денег не получишь. Да. Да. Поэтому, я говорю, в общее потребление быть тупым уродом сейчас среди детей не модно. Это удивительно. В советские годы ведь было модно, реально. Там соревновались кто-то, кто больше тупой урод. Ну, вот я не знаю. Почему мне кажется, что-то тут с этим… Я бы не согласен. Было такое в старших классах. Что-то тупым уродом быть… Не, скорее было просто… Не модно было быть умным. Вот так лучше сказать. Нет. Было именно модно быть тупым уродом. Нет. Ну, Игорь правильно говорит. Что? Было модно. Что? Вспомните свои классы. Какие? Кто там считался? Было модно быть… Тупым уродом. Потому что это в обществе потребления гарантировало тебе более высокий уровень доходов и возможностей, чем если бы ты был инженером на 100 рублей и больше не получил. Мне 35, и я наспорно знаю, чего хочу. Да. Мне кажется, нет никаких оснований не границ своей судьбой. Ну и так далее. Вот. Это… 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 Это как бы тоже странная вещь. Да. Я к чему рассказывал. Я тоже спать хочу уже. Ты рассказывал еще одно обстоятельство. Почему? Да. Наука не взялась. И архитической структурой на сегодняшний день. Когда вот если ты юрист и экономист, то тебе… Хотя у вас многое, скорее всего, ты так останешься младшим менеджером в магазине. Но путь наверх тебе открыт с этим специалистом. Благодаря вот этой мощнейшей гуманитарной технологии. А если ты представитель какой-то другой профессии, там, летчик, комбайнер, высококвалифицированный рабочий, или, не дай Боже, ученый, у тебя просто не повезло жизни. И девочка просто из экономического факультета, тогда он будет всегда руководить и управлять. Если ты посмотришь, как это в Америке происходит, то у них есть такое понятие «ботаник», да? Ну. Это тоже, как бы, человек неудачник. И причем, эти как раз неудачники, они и есть те, как ты говоришь, высококвалифицированные специалисты, ученые… Ну, они имеют всех, Бринни и Белогейцы стали миллиардером. Причем, уже у нас не так. У нас это, в принципе, невозможно. Нет, я понимаю, что миллиардерами это нет. У нас перерождаются, вот эти ботаники из горки утят, они становятся или не бедя? Не знаю. Я не знаю, как они становятся. Ну, она, как бы, по-другому, ситуация изменилась. То есть ты, с одной стороны, стал не модно быть таким родом, но модно, по-прежнему, быть юристом и чиновником. А чиновник, как правило, это юрист и экономист. Такая ситуация-то есть. Это я господзю с уровнем дохода. Потому что эта гуманитарная технология, просверли свои силы бешеные, она съела всех. Но, с другой стороны, вот внешняя ситуация, она, конечно, должна была бы обломиться. Но все решили, что банки слишком большие, чтобы умереть. Я просто, чисто, за счет эмиссии, выкупа приотечных бумаг и всяких прочих, всю эту финансовую систему, всю эту тусовку и спасли. Вот, знаете, ситуация сейчас очень странная. То есть они, с одной стороны, ничем не рискуют, с другой стороны, не имеют фантастические деньги. Просто реальный триллион. И, как бы, это показывает, опять, научный склад бумаги, научный дискурс, почему, в том числе, оказываются в заботе. Это вот такой еще четвертый расставец. Все, спать, да? Может, по кофе и дальше? Нет, я еще... Давай, по кофе и дальше.